Приветствую всех в студии Укралайфтв вместе с нашим гостем Денис Пилош. Приветствуем, не знаешь, представляете, молодой ученый, общественный активизм, молодой ученый и не молодой уже не очень, такой пожилой не очень. Хотя мы все учились понемногу, но сегодня мы говорим о левых тенденциях в политических системах, может быть, вот этих стран-центра, этих пресловутых развитых стран, к которым мы вот-вот и будем тоже относиться. Читая, понятно, что интернет и слушая выступления на трибунах ООН, обращаешь внимание на то, что так или иначе, но даже в Англии, в стране, казалось бы, уже такой старой демократии, на которую там еще в свое время обращали внимание и классики марксизма, чтобы описать эту классическую модель, когда весь мир разделится на криталистов и пролетариев, вдруг пробиваются какие-то люди, правительства почти, да, которые несут с тобой социалистические идеи, даже социалистическую идеологию. Что там произошло? Начнем с Англии. Если мы начнем с Британии, да, то там пока еще о правительстве речь не идет. Речь идет о выборах нового лидера либерийской партии, на которых сенсационно победил казавшийся изначально аутсайдером Джереми Корбин. Джереми Корбин это такой старичок бородатый, такой представитель, казалось бы, вымирающего какого-то отряда социалистов старой закалки, которых в свое время очень жестко подавили после, собственно, в эпоху Тэтчер и уже после нее. Вот если там обращаться к истории либерийской партии, то изначально либерийская партия, хотя и занимала там левую нишу в политическом спектре, но как бы полностью социалистической ее никогда называть нельзя было. И там всегда были представлены довольно разные течения. В первую очередь это была партия профсоюзов, которые входили туда как коллективные члены. И где-то поворотным моментом выступают 80-е годы, когда после десятилетий послевоенных вот этого кенсианского государства всеобщего благосостояния, когда перераспределялись доходы в пользу трудящихся классов. К власти приходит Маргарет Тэтчер, которая с очень жестким неоконсервативным посылом, что мы должны все урезать, предоставить полную свободу рынку и бизнесу и в том числе подавить профсоюзы. И вот эта вот борьба, которая там имела свой пик где-то в противостоянии Тэтчер и шахтеров в начале 80-х, она привела, с одной стороны, к разгрому этого профсоюзного движения и она привела к значительному смещению вот всего, да. Закрытию шахт все-таки, да? Закрытию шахт, да, вот в конечном итоге, да. А экономически, да, это означало дерегулирование экономики, экономически это означало сокращение или уничтожение социальных выплат, приватизации всего вплоть до железных дорог. Политически это означало существенное смещение спектра вправа, когда в придачу консервативной партии, да, с ее вот этой экономической идеологии неолиберализма, то есть, да, неконтролируемого рынка, да, который сам себя якобы должен отрегулировать, да, и в котором в конечном итоге, да, превалирует финансовый капитал над каким-то производительным. На этом же фоне внутри либерийской партии, второй главной партии Британии, после там незначительного поливения в начале 80-х, когда там был левоцентристский такой лидер Майкл Фуд, и в то время, да, было сильное какое-то левое крыло, там, представленное таким ветераном политики, как Тони Бен, и представленное в том числе троцкистской тенденцией Милитант, которая внедрялась в либерийскую партию в каких-то рабочих центрах, вроде Ливерпуля, после этого там наступает тоже такой разворот в сторону какого-то политического центра, принятие этих основных установок неолиберального капитализма, и то, что социолог Энтони Гидденс это описал как третий путь, и в лице Энтони Блэра либерийская партия, казалось бы, это все полностью приняло, и есть в Британии такой автор пакистанского происхождения Тарик Али, который недавно написал книгу «Радикальный центр», и, собственно, ее суть сводится к тому, что последние 20-30 лет, это период как бы доминирования в мире после, там, это все, тачеризма, регономики, доминирования неолиберального политического экономического тренда, в принципе, раньше мы говорили там, что есть политический спектр, есть радикальные левые, радикальные, правые, сейчас разница между левоцентристами, правоцентристами минимальна, то есть это как в серии Футурамы, где два кандидата клона спорят, ваш трехпроцентный налог это слишком много, второй говорит, ваш трехпроцентный налог это чересчур мало, то есть то, что происходит, какой-то полная дейдологизация, заболачивание и с другой стороны происходит значительное отчуждение вообще какой-то массы избирателей и более того, да, люди не могут участвовать в политике по-хорошему, да, процент падает на явки на выборах, и при этом какие-то формы включения там общественной активности, они тоже, получается, что вынуждены вот эти все социальные движения там капитулировать перед какой-то логикой вот этого рынка, да, того, что все должно быть коммерциализировано, вы там можете протестовать, там во Франции выходит миллионный человек против пенсионной реформы, в итоге все равно она была принята десятилетия назад, вот, и вот есть такой вот, да, политический ландшафт, и тут случается такой разворот, что просто банально внезапно люди начинают говорить нет, конечно, это в значительной степени было стимулировано и текущим финансовым и экономическим глобальным кризисом, когда по всей Европе и вне Европы, да, правительство отвечали на кризис по сути тем, что, как-то говорится, приватизация прибыли, но об обочислении убытков, то есть в конечном итоге речь шла о спасении банков, которые в значительной степени привели к этому кризису, да, вот все эти финансовые пузыри лопавшиеся, в итоге государство, там, за счет налогоплательщиков спасают банки и при этом снижают налоги для крупного капитала, повышают давление на трудящиеся классы, соответственно, урезают социальные выплаты, это все называется жесткой экономией, austerity по-английски, и возникают, соответственно, протестные движения, вроде Occupy Wall Street в Соединенных Штатах, вроде Indignados в Испании, на площади Syntagma в Греции и так далее, и так далее, и мы, наверное, сейчас замечаем, что некоторые из этих движений, они обзаводятся каким-то политическим представительством или, по крайней мере, да, они считают, что все-таки необходимо участие в политике, да, и с этим там, в том числе, связан в свое время вот этот взлет, ну, мы уже там не будем говорить о том, насколько успешным было нахождение при власти, да, но в любом случае там в Греции калиция радикальных левых Сириза, она пришла к власти, потому что она в какой-то момент стала партией этих социальных движений профсоюзов. Это же, как бы, в Испании пытается сделать новая левая партия по Демос. В случае с Британией ситуация чуть другая, потому что здесь действительно какая-то более консервативная. Британия не Греция, даже там, нарушена не Греция, это страна-центр, хотя с какими-то перманентными тоже проблемами, но это все-таки, да, страна, которая может себе позволить, в том числе, и жить долг, потому что, опять-таки, да, вот эти же движения, они поднимают и глобальный вопрос, на который текущая нелиберальная ортодоксия, находящаяся при власти, да, в экономической и политической, не дает ответа. Собственно, там нет выхода из этого замкнутого круга долга, когда, там, берутся новые кредиты, чтобы расплатить за предыдущие, и в итоге мы имеем там ситуацию, когда 60 триллионов, кажется, долларов внешнего долга совокупного, и страны вроде США, Японии, Люксембурга имеют там 100, 200 и больше процентов. Другое дело, что в отличие от Греции, где 175 процентов ВВП, долг внешний, они могут себе позволить этот долг. Я не осуществлюсь, что США и Люксембург, то есть Люксембург, маленькая страна тоже как-то... Люксембург, это просто такая страна, которая имеет самые высокие показатели по внутреннему продукту в Европе, потому что такая, ну, как бы полу-офшор, да, то есть очень многие компании, зарегистрированные в Люксембурге, платят там налоги, вот, и через это выводятся деньги. Ну, там есть и реальные предприятия, вот, Metal Steel, который владеет кривороссталью, вот это люксембургская компания. Ну, мы отвлеклись, да, суть в том, что, да, что Британия, это чуть-чуть другое дело, казалось бы. И в Британии политическая система консервативная, там мажоритарная система на выборах, и там, как бы, двухполовинная какая-то есть, консерваторы, есть либористы, есть либеральные демократы, вот, которые между ними, в принципе, готовы продаться любому победителю, вот. И тут оказывается, что вот эта вся логика, с которой там носился Тони Блэр, вот, и его преемник Браун, вот, о том, что, ну, все-таки мы должны принять все преимущества свободного рынка, мы должны поддерживать тоже приватизацию, ну, мы отличаемся, там, от консерваторов, каких-то, там, возможно, вопросов социальных, вот, ну, в конечном итоге это все одно и то же. Тут получается, что эта политика жесткой экономии, она точно так же бьет и по гражданам развитых стран. И точно так же они ищут какой-то выход в какой-то, да, альтернативе низовой. И тут очень смешно получилось, потому что, собственно, изменения в процесс избрания лидера либерической партии были внесены таким образом, чтобы не дать профсоюзникам, которые считаются оплотом каких-то, да, там, этих всех левых ценностей, от которых мы уже отошли, и вот, чтобы не дать этим профсоюзам решающий голос при избрании. И сделали, как бы, да, максимально, да, что каждый может проголосовать, там, средний класс, все дела. Вот, и тут оказывается, что люди начали массово регистрироваться, чтобы поддержать из четырех кандидатов аутсайдера Джереми Корбина, за который еле собрал каких-то парламентариев, которые бы дали возможность ему выдвинуться в лидеры либерической партии, а, да, кстати, почему, собственно, избрание нового лидера либерической партии, потому что были выборы этой весной, и на них победили консерваторы, хотя все считали, что консерваторы обречены на провал, они надоели, вот их политика жесткой экономии действительно непопулярна, но либеристы во главе с Эдом Миллибендом были столь блеклы, что не смогли воспользоваться этим, зато этим, скажем, воспользовалась шотландская национальная партия, собственно, да, которая выступает за независимость самоопределения Шотландии, стояла за референдумом, который в Шотландии не сработал, в отличие, кстати, от Каталонии, где буквально на днях, да, на прошлой неделе были выборы, но до этого был референдум, на котором, да, проголосовало большинство, но другая проблема, что они не имеют политических механизмов, как повлиять на Мадрид и признать эти итоги, и сейчас на выборах, опять-таки, там победила коалиция правых и левых сепаратистов, плюс там есть еще один левый список, который тоже выступает за самоопределение Каталонии, и они, скорее всего, будут формировать снова следующее правительство, но здесь, опять-таки, ничего нового, так было и предыдущее. Ну, в Шотландии-то там что получилось? В Шотландии вот все-таки за независимость не проголосовали, но шотландская национальная партия, она вытеснила лейбористов, критикуя их слева с такой социал-демократической программой, и вот она прорвалась тоже, опять-таки, там у них большой был рост на выборах, и очень характерно было, вот там, собственно, мемом стала локальным речь самого молодого, самой молодой депутатки Палаты общин, Мхари Блэк от этой шотландской партии, вот, которая там, они 20 лет или 21 уже, вот, и она там, в принципе, обрисовала, почему люди голосовали за них, и почему она стала, она говорит, я выросла вот в семье потомственных социалистов в традиции Тони Бенна, вот, но лейбористы нас предали, да, а мы считаем, что вот лейбористы тоже стали вот уже какой-то партией истеблишмента, партией капитала, вот, а голос, да, трудящихся не слышат, вот, и здесь появляется голос трудящихся в лице Джереми Корбина, которого тут же начинает атаковать вся пресса, начиная от консервативных, там, каких-то Daily Mail и заканчивая левым Guardian, вот, потому что это кандидат, который никогда не изберется, это такой... Так что у него программа была какая-то очень... Программа у него была, на самом деле, стандартная социал-демократическая программа в том виде, в котором европейская социал-демократия ее внедряла после войны на протяжении 3-4 десятилетий, то есть это обеспечение более равных и свободных условий для трудящихся, это гарантии профсоюзам, в отличие от нынешней атаки, которую проводят консервативные правительства Кэмерона, это, собственно, повышение, как бы, да, вот этого уровня прогрессивного налогообложения для богатых, для богатых, это возвращение в государственную и общественную собственность приватизированных объектов, включая железные дороги, там железными дорогами, на самом деле, катастрофа, когда разные компании оперируют разными участками, либо там одна, как бы, да, владеет составом, другая владеет колеей, это, на самом деле, ненормальная ситуация, там было несколько аварий, которые большинство британцев, 81% поддерживает возвращение в государственную собственность, здесь ничего, при том, что, да, вся пресса говорит, что, ой, какая безумная идея у Корбина, вот, проблема в другом, проблема в том, что 80-е годы, скажем, когда вот это левое крыло, там, Бен и троцкисты, в том числе, там был такой Кен Ливингстон, он дважды становился мэром Лондона, вот, был очень популярен, вот, они боролись за гегемонию глибарийской партии, и за ними было действительно большое движение, организованные, структурированные, профсоюзы, организации и все прочее. За Джереми Корбином этого всего нет, за Джереми Корбином есть только сотни тысяч людей, которые зарегистрировались на, как бы, да, как лейбаристы, чтобы проголосовать. А у них электронное голосование, или они ходят физически куда-то еще? У них и такое, и такое, но это сейчас уже больше электронное, конечно. И его важная задача сейчас сплотить это движение, вообще, собственно, это не так его задача, Корбин это просто, да, какое-то выражение этого настроения, это не какой-то там, да, там, вождь, вот, он всегда как раз был в тени, он совершенно, да, не подходит на какую-то такую, казалось бы, роль, но он очень-очень искренен, очень прост, да, простой человек из народа, который в отличие от, там, вот есть Кэмерон, да, который, там, с элитарным образованием, и тут всплывает, опять-таки, так, последний скандал. Корбин без образования. Корбин не закончил среднюю школу, но потом он, конечно, да, там получал, и у него была большая, там, как бы, школа, вот этого всего. Такое приятное созвучие, там, Корбин, Кобейн, Курт Кобейн, был бы я, вот, там, я проголосовал только с вами. Ну, и получается, что он сейчас лидер партии, но что он может добиться на этом посту? Да, он лидер партии, он лидер оппозиции, и, соответственно, он возглавляет теневой кабинет. О, у них это как-то более... У них есть, да, у оппозиции официальный теневой кабинет, они сидят в первом ряду, как бы, в парламенте, да. Там же, ну, в Палатном, да, Палата Лордов, которая не играет особо ровно. Да, но Палата Лордов, это, да, это такой осколок прошлого. А он в Палате общен, да? Ну, не в общен, да, сидят. То есть, у них какие-то законы принимающие основы, у них там большинство или что там? Да, но у них большинство нет большинства. У консерваторов выиграли выборы, консерваторы остаются при власти, но вот все уже думают, что будет к 2020 году. А проблема коалиции есть, как вот у нас, например? У них, конечно, есть проблема коалиции. Другое дело, что мажоритарная система, она максимально делает двухпартийной. И в прошлый раз у либеральных демократов была вот какая-то там золотая акция. Вот они за это очень сильно поплатились, потому что они выступали тогда с программой не менее, ну, скажем, не отличавшейся от либористов, даже, возможно, чуть левее. И вот они обещали, что мы не будем повышать цену на образование, в отличие от большинства стран, скажем, там, континентальной Европы, вроде Германии, Скандинавии, где бесплатное образование, в Британии, но и так очень дорогое высшее образование. Они повысили, да, и там первым делом была разгромлена штаб-квартира этих либдемов. То есть буквально даже хулиганских. Да, там было студенческое просто движение, да, и там были, конечно, радикальные элементы, которые наказали. Черный блок какой-то. Да, черный блок, да. Вот. И это, вот, да, скажем, они думают, что будет до этих выборов 2020 года, потому что есть большое мнение, скажем, что какая-то внутрипартийная оппозиция, а большинство парламентской партии, в отличие от большинства низов, которые выбрали Корбина, они очень боятся Корбина, вот они, конечно, хотят его свергнуть, вот, или как-то от него избавиться, ну, вот. Так он переведет на наш, какой-то понятный нам по телевидению. Ну, мы же смотрим, как у нас все вроде происходит язык. Он там лидер партии, но не глава фракции в парламенте. Ну, он получается, что функционально он глава фракции. Ну, там более сложная система, потому что... Чем даже у нас, хотя бы, куда сложнее. Ну, суть в том, да, что он возглавляет оппозицию. Он, да, это оппозицию возглавляет ее теневое правительство. Но ведь роль премьер-министра все-таки там в Англии, в Британии никто уже не отменял. Премьер-министр, да, это человек, который получил королевские полномочия, на самом деле, да, от монархии. Поэтому, может быть, не так парламент и силен там. Ну, парламент, даже парламентская республика, говорю, парламентская монархия, пардон. Вот. Парламент силен, но действительно там, скажем, проведение каких-то этих, опять-таки, неолиберальных всяких нововведений, да. Ну, законов, по сути, каких-то, может быть, новых законов. Тем не очень, конечно, она обращала внимание на парламент, да. То есть, что может сделать Корбин, если он сплотит, как вы говорили, низы и там членов партии рядовых, которые на него голосовали? Корбин может ждать следующих выборов и победы на них, либо досрочных выборов, либо, вот, опять-таки, он может консолидировать вот эти социальные движения, профсоюзы, людей, недовольных, существующие политикой жесткой экономии, причем не только, да, в Британии. И, вот, возможно, да, это движение сможет, как бы, да, избавиться... Вернуть фалклэнские острова. ...от правительства раньше. Фалклэнские острова у Британии, да. Благодаря фалклэнским островам, на самом деле, Тэтчер осталась при власти, благодаря этой войне. Потому что ее тогда рейтинг был, на самом деле, ниже, чем у Лейбориса. И шовинистам-то хватает, хотя, с поводу такой французской. Вот, шовинистам хватает, и это, кстати, второй вопрос, потому что Корбин как раз стал левой альтернативной, но это не мейнстримная была альтернатива, потому что мейнстримной альтернативой до этого оказалась как раз правая. Это партия независимости Соединенного Королевства. То есть это, в основном, либо бывшие консерваторы, либо какие-то еще правые популисты, которые спекулируют на теме того, что мы должны выйти из Евросоюза. Собственно, во всем остальном они ничем не отличаются от тех же правящих партий. Но вот они пытались, и при этом у них очень много всякой ксенофобии, расизма. И это такая тоже общая европейская тенденция, и она сильнее. Потому что в Европе мы видим, после этого разочарования этим радикальным центром, мы видим большой подъем таких правопопулистских, консервативных, авторитарных каких-то партий, движений, вроде национальности во фронте, ЛПН, во Франции, да, золотая заряда. В Венгрии там, по сути, правящая партия сама по себе, право консервативное, и есть, собственно, неофашистская партия, Йобик, которая практически главная оппозиция. И да, вот есть это какая-то модель, которая вместо того, чтобы говорить о каких-то экономических истоках проблем, они говорят о том, что вот во всем виноваты мигранты, во всем виноваты какие-то, ну, чуть ли не масоны. А нам нужна такая твердая авторитарная вертюкаль, как у Путина, Эрдогана, вот такая модель. И немножко поэзии Рэры Дэх Киплинга, наверное, что-то такое, время белого человека. Конечно же, время белого человека. А вот я хотел спросить, попутно немножко отступая, ведь, наверное, когда первый интернерационал образовывался Марсом Эмбельсом, уже была или ибористская партия, да, и была эта модель, или партия, нет? Или ибористская партия, или ибористская партия появилась на рубеже веков 19-го и 20-го. Она появилась как политическое представительство профсоюзов и нескольких социал-демократических протопартий, которые объединились во главе с Кейром Харди. Возможно, говорят, последний или предпоследний социалист, радикальный социалист во главе ибористов до Джереми Корбина, да, первый. Коми Джереми Корбина в Британии, в либеристской партии. Мы надеемся, что все у него получится, если что-то должно получиться интересное и новое. Есть же такие же звоночки и с той стороны океана, Атлантики. Евро-Атлантика вся, как бы, вспомнилась вдруг название известного тебе, конечно, на львове Sex Pistols, да, Анархия, Снену Королевстве, как бы там до анархии дела не дошла. В Америке же тоже там есть персонаж, который сегодня очень даже заставил о тебе говорить, да? Ну, есть там, в США тоже есть человек, который занимает приблизительно ту же нишу, что и Джереми Корбин, но тут вопрос в том, что американская, вообще, казалось бы, да, американская политика, она напрочь стерильна от каких-то левых поползновений. То есть такое либерально-консервативное противоборство. А ты помнишь, Гэс Холл, сколько он лет был во главе Компартии Соединенных Штатов? Был, да, такой, ничего не решал. Ну, сражался. То есть там монолит какой-то, Цитандель, конечно, империализма. Скорее, Анджела Дэвис сражалась, да, и другие. И на самом деле тут тоже есть параллель, потому что в США, скажем, в 60-х левые были сильны, по крайней мере, как уличная сила. То есть, а маккартизм закончился раньше, да? Маккартизм уже закончился, вот, но продолжалась программа Койтелпро, по которой очень много, на самом деле, было слежки, вот, и таких опосредованных регрессий. А Кукуск-клан тоже закончился, да? Кукуск-клан существует и поныне, увы. Да не существовал. Вот, и вот, там было студенческое движение, студенцы за демократическое общество, новые левые, там была движение... Война, во Вьетнаме была... Да, война, движение против войны во Вьетнаме... Условение Хрущева, кстати, в ООН, 61-й год уже, помню, там сильно повлияло, наверное, их. Это еще до того всего, ну, и главное было движение за гражданские права и более радикальные какие-то там течения в афроамериканских движениях, вот. Черные пантеры, это же вот почти тогда же, да? Да, 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 Малкл Микс, Черные пантеры, вот, но тогда, да, это как бы не нашло своего отображения в мейнстримной политике особо. Это была как раз такая контр-культура и контр-политика. Хиппи увели же, хиппи увели молодежь в коммуны. Ну, там были-были хиппи, которые водили в молодежь, были гиппи, которые были вполне себе политизированными, хиппи, вот, пытались левитировать в Пентагон, вот, чтобы он в космос взмыл, но Меншес Тейм, да. И там внезапно появляется такой человек, которого зовут Берни Сандерс, который, он 20 лет уже, на самом деле, конгрессмен от штата Вермонт. И это единственный человек в американском конгрессе, который называет себя демократическим социалистом. Для США это очень ругательное слово, вот. И тут Берни Сандерс выставил свою кандидатуру, тоже как полнейший аутсайдер. Казалось бы, все-все знали, чем закончатся выборы в США, вот. Ну, к чему они приведутся, что там будет? Следующая женщина. Ну, новый Клинтон, да, новая Клинтон, Хиллари Клинтон от демократов и новый Буш, скорее всего, хотя там есть еще несколько, и же с ним, от республиканцев. И тут, опять-таки, про эти, вот, скажем, альтернативы, которые, да. У республиканцев появляются правопопулистские, тоже там вещающие о миграции, вот, обещающие сделать страну great again. Вот капиталист Дональд Трамп, да, вот это него там внезапно начинают тоже расти рейтинги. У демократов в гонку вступает беспартийный независимый конгрессмен Барни Сандерс, социалист, по крайней мере, самозваный, потому что, конечно, в силу там разницы, да, этого политического дискурса, там все. В Европе он бы был такой, такой, левый либерал от силы. Вот, и тут Сандерс начинает тоже внезапно догонять Клинтон. И тут, опять-таки, почему внезапно? Потому что, на самом деле, в США тоже было движение окупай Уолл-стрит. Тоже были там, опять-таки, движения афроамериканцы, вот это вот Black Lives Matter. Был мэром Нью-Йорка, собственно, избран Билл де Блазио, который считается таким леволиберальным демократом, близким к духу движения окупай. Это в какие годы он уже? Это сейчас. И сейчас же на другом побережье, там в Сиэтле, в местный, как бы, да, городской совет тоже там впервые за долгое время в истории США, в крупном городе, да, тоже была избрана, тоже открытая социалистка, даже троцкистка Кшама Савант, вот, программист-мигрантка из... А на Аляске, да помнишь, причем на Аляске была какая-то сумасшедшая? Да, на Аляске Сарапейль, Аляска очень консервативный штат, да, там Сарапейль, вот, там... Ну, там не левый, там точно. Да, там, там, все наоборот, там запретить теорию эволюции в школах, вот, и же с ним. Вот, и тут тоже оказывается, что вот эти движения против эстеблишмента, против того, что миллионы людей исключены, вот, по сути, из политического процесса, вот, что не могут там вбросить, раз в четыре года, вот, бюллетень за какого-то безликого кандидата, не отличающегося от другого. Тут они тоже находят какое-то свое протестное выражение в... Вот, в подъеме, да, там, того же Сандерса и, увы, да, Трампа, вот, причем, опять-таки, что тоже характерно... Какой-то, опять же, союз левых и правых, да? То есть, не союз тут как раз, а не просто с двух, да, с двух флангов, но, как бы, да, с каких-то совершенно противоположных принципов, да, вот, но они как-то вот этой вот всей, всю гегемонию... Вы сказали насчет того, что есть там в Европе союз левых и правых сепаратистов, а только союз левых и правых, вот, нищебродов, каких-то бедных, да. А тут, это вот еще один тоже вопрос, то, что как раз парадокс американской политики в том, что за партию, как бы, да, там, каких-то крупнейших и самых беспардонных корпораций, за республиканцев, хотя там тоже, на самом деле, да, сейчас я до этого тоже дойду, за республиканцев очень много голосует бедноты, вот, белой бедноты, вот эти роднеки, вот, в консервативных штатах, вот, у которых, там, библия и ружье, вот, в принципе, все, что... Вот, у них вся их политическая программа. Но, вот, да, какие-то более образованные, обычно более обеспеченные, да, они голосуют за более либералов, и вот сейчас многие из них очень, там, особенно из каких-то академических, университетских кругов, поддерживают Сандерса. И Сандерс, он пытается сломать, как раз, эту систему, потому что он, как раз, пытается говорить вот с этими избирателями, которых до этого заставляли солидаризироваться с Уолл-стрит, условно говоря, да, мобилизируя их, там, против, там, не знаю, опять-таки, да, там, какой-то внешней угрозы, да, ну, какие-то вся эта консервативная риторика, вот, и когда там, да, там, типа, про аборты, да, там, про что-то еще, но не про... Действия про бизонов еще. Вот, не про какие-то реально социально-экономические проблемы, которые есть у этих людей. Сандерс с методичностью, как и Корбин, кстати, да, ну, с такой методичностью, вот, с таким просто вызовом всему духу постмодернизма, с такой цельностью, говорит, постоянно, да, при том, что, да, он говорит, да, я вот за все возможные, да, там, права, я за права ЛГБТ, я за права женщин, включая права на аборт, я за защиту, как бы, афроамериканцев от полицейского насилия, но ключевой проблемой остается неравенство. Ключевая проблема лежит в нашей экономике, которая, там, приносит прибыли корпорациям за счет нищеты многих миллионов. И он это настолько методично повторяет, что, оказывается, да, он начинает все-таки достукиваться даже до этих, там, условно, да, консервативных избирателей. И тоже тут важный момент, что, когда он начинал свою компанию, он объявил, что он не будет принимать никаких пожертвований от компаний, от корпораций. То есть, в отличие, да, от всех этих Клинтон, Бушей, у которых, да, там, стандартная схема какая, что компания, там, жертвует, там, какой-то процент республиканцам, какой-то процент демократам, вот, в любом случае, на выигрыше, вот, в любом случае, для нее будут потом списаны налоги, вот, и все будет нормально, вот. Сандерс принимает только, да, пожертвования от людей, вот, и тоже, казалось бы, совершенно какой-то маргинальный эксперимент для Соединенных Штатов. Неужели он удался? И он, ну, тут не факт, что он удастся, потому что все-таки, да, тут, это вся партийная машина и партийная... А он же пойдет на выборы, то есть, президентские, да, или непонятно? Он должен пойти, тут, опять-таки, он должен выиграть праймерис демократической партии. Он должен противостоять Хиллари Клинтон, возможно, Джо Байдену, но его вероятность вступления в гонку все меньше и меньше. Вот, и, в принципе, да, сейчас его рейтинг растет, рейтинг Хиллари падает. Это парадоксально, но это так. И среди американцев, особенно молодых американцев, скажем, уже, как бы, да, там, приемлемость, кандидат, называющийся социалистом в президенты, да, она там больше половины. Чего тоже не было в истории США. И, ну, еще одна, как бы, да, третья страна англо, частично англоговорящая, в которой тоже, возможно, будет такой левоцентристский прорыв, это Канада, в которой тоже грядут выборы. И там тоже есть эти тенденции, да? Там тоже есть. Или даже человека есть, имя, которое надо запомнить? Нет, 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 там человека не так надо запоминать. Там надо запоминать скорее партию. Там, причем она всегда была, всегда отличала Канаду от США, что там была социал-демократическая партия, называется новая демократическая партия. Но она всегда была третьей партией. И, боже, в Квебике, в какой-то французской части Канады. Она, изначально она не была в Квебике, а она была в первую очередь там каких-то англоязычных, там был такой Томми Дуглас, христианский социалист, который создал канадскую систему вот этого доступного здравоохранения, которое отличает Канаду, еще что отличает Канаду от США. Но она была при власти только на уровне провинций. Она никогда не приходила к власти в стране. Сейчас она тоже официальная позиция. И ее рейтинги выше, чем у ее конкурентов, либералов и консерваторов. И, скорее всего, она победит на выборах. Она может войти в правительство, да? Она, возможно, даже сформирует сама правительство, возможно, в коалиции с либералами. Да, вот и про Квебек, ее прорыв стал частично возможен благодаря тому, что квебекские избиратели перестали голосовать на общенациональных выборах за квебекский блок и стали голосовать за новую демократическую партию. Но у нее, конечно, программа сместилась к центру. Там они поубирали многие требования, которые оказались чересчур радикальными для прихода к власти. Но в любом случае это тоже такой звоночек. Чересчур социалистичными, да? Да, социалистическими. И получается, что то, что в странах, которые традиционно воспринимаются как такая цитадель свободно-рыночного капитализма, кандидаты на самом деле далекие от радикального социализма, но при этом артикулирующие левую повестку, позиционирующие себя как социалисты либо социал-демократы, внезапно могут взять власть. Очень интересно. Просто, к сожалению, у нас заканчивается онлайн наше время, вот такое рабочее онлайн, потом мы все равно выходим уже. Всегда мы выходим в записи круглосуточного, Укралайф может смотреть, но немножко, подводя итог, мы не вспомнили, конечно, не успели немножко с Испанией разобраться, тоже очень интересно, но как это все можно спроецировать вот на украинскую жизнь, на наш, может быть, парламент, на будущее этого парламента и вообще будущей демократии в нашей стране? Можно вообще проецировать по какому-то глобальном масштабе, что, наверное, существующий статус-кво с неолиберального капитализма, он все-таки не вечен, и ему возможны альтернативы, причем не все из этих альтернатив хорошие, некоторые альтернативы хуже, если мы обратимся к всяким фашистам, типа Ле Пен. Но в чем большое отличие украинской ситуации, и не только украинской, восточноевропейской? Тут, наверное, есть травматический опыт того, что называлось реальным социализмом, и его какое-то сейчас неприятие. Но здесь действительно есть просто огромный вакуум для представительства, во-первых, людей труда, потому что есть большая проблема там и с профсоюзами, и с какими-то другими формами защиты своих интересов коллективных. И еще большая какая-то изъяющая пустошь в плане существования левых вообще как таковых, потому что... То есть ни профсоюзной борьбы, ни какой-то политической партийной... Ну, она есть, она есть, но она очень... В Днепропетровске же опять забастовка была на Южмашу, да? Да, благодаря, скажем, Южмашу небольшой профсоюз смог спасти, по сути, предприятие, по крайней мере, на время, потому что если бы они не вышли на эти протесты, просто у них бы не было никаких заказов, и, наверное, его бы тупо закрыли, а не так, как сейчас... А оно сейчас кому принадлежит? Все-таки Коломойскому или еще нет? Южмаш, наверное, государственное. Оно государственное, да, вот я не берусь утверждать, кто его контролирует по факту, да. Ну, там были выступления профсоюзные, вот вы очень верно в этом... Да, там были выступления, благодаря вот... Совсем недавно, это буквально же было вот... Это было в начале этого года, да, ну, в принципе, продолжается, там люди, которые... Ну, а что касается партийного строительства, так называемого, и вот этих вот, ну, левых партий, партий, выражающих коренные интересы людей труда, их у нас немного, прямо скажем, или вообще-то нет, да? В Восточной Европе вообще я могу назвать только один случай, где существует новая левая партия, говорящая на трудящихся, представленная в парламенте, и это Словения с друженой левицей, объединенные левые. Во всех остальных там существует что? Существуют какие-то национал-консерваторы, существуют какие-то либералы, существуют какие-то типа социал-демократы, которые на самом деле еще больше заняли либерализм, чем правые. В Украине, да, тут все еще хуже, потому что тут, в принципе, идеологии нет, тут есть тот или иной олигарх, хозяин партии, вот, и его какие-то экономические и политические интересы, или как бы его финансово-политической группы. А вот в плане... И процесс же декоммунизации, дестоциализации. Да, процесс декоммунизации, да, опять-таки тут же провозглашается, что типа все левое, да, это должно быть подвергнуто астракизму, забыто, что это обязательно сталинизм, либо вообще полпот. Вот, да, забывая, да, про то, что в значительной степени существующие свободы, права и благополучия людей в мире было завоевано, да, в том числе и борьбой левых сил, вот, которая... Ну, вообще, двух блоков гигантских, так, все-таки, нельзя сбрасывать. Да, это было в определенный период встроено в это, и опять-таки, да, если бы не существовало вот этого давления, давление просто было и внешнее, и внутреннее, вот, да, если бы не было этих всех низовых движений, то зачем было бы идти на уступки, вот, собственно, некому было бы идти на уступки. И получается, что да, что... Ну, и еще в России, два слова, там-то есть еще КПРФ, Зюгановская, да, вот, что это за партия, сколько она, поражает интересы... КПРФ, это партия, которая, ну, не имеет никакого отношения ни к коммунизму, ни к левым, вот, и это такая, да, какая-то национал-патриотическая, социально-консервативная партия, которая является декоративной оппозицией, вот, и, собственно, ну, возможно, там где-то в регионах действительно есть какие-то люди искренние, которые туда вступают, но по факту, да, это просто, какой-то филиал власти, вот, который ничего, собственно, не решает, ни полезного не делает. Он такой, для меня слова, очень какой-то, может быть, сегодня и абстрактный, и такой неудобный, но, понятно, что существуют вот некие соброзошенные республики на востоке нашей Украины, и там, как их ни называй, но люди там как-то живут, и даже там они собираются проводить выборы, которые, в общем-то, никто не признает, да, живут все хуже, даже и хуже, наверное, но допускаете ли вы, что у них на вот эти выборы, которые мы тоже не признаем, и соброзошенные выборы какие-то, придут представители неких таких партий, которые будут в тех вот новообразованиях, ну, еще не государствах, но каких-то там, бороться за права трудящих, то есть социалистические какие-то элементы, или даже партии вот такого характера? Это на самом деле очень сомнительно, они, конечно, могут обильно использовать красные флаги, вот и какую-то ностальгирующую по Советскому Союзу риторику, но даже вот последние, которые там были, типа выборы, так называемые, которые были скорее фарсом, потому что там было по две партии, люди даже не видели избирательных списков этих партий, да, это была там, да, там партия Захарченко и партия Губарева, просто какие-то две русские националистические партии, вот, которые вообще непонятно о чем, и как мы помним, тогда вот то, что назвалось коммунистической партией ДНР, ЛНР, их даже не пустили на выборы, вот, поэтому, ну, как-то прельщаться, обольщаться вот не стоит, там просто вот, возможно, много людей во всем мире, да, воспринимают выборы как фарс, да, как это заранее предрешенный, но вот там, по-моему, это вообще карикатура даже на фарс. Понятно, спасибо большое, очень интересно, мы продолжаем вот исследовать и международные вопросы, как будто бы был на какой-то, не конференции, а на поле информации, говорю вам здесь, спасибо. Приходите к нам студии, пожалуйста, и мы не прощаемся с вами, продолжается трансляция наук РФТ.